все друзья всем привет сегодня 28 сентября пятница заключительный торговый день на этой неделе давайте посмотрим что нам рынок готовит на сегодня с точки зрения данных ресурсов шарков x и с точки зрения объема меня зовут евгений каташов компания ftm brokers начинаем я включаю для вас демонстрацию крана и мы приступаем так плюсики пожалуйста если пошел экран мы будем с вами все это дело обсуждать замечательно плюсы вижу поехали по еврику смена тенденции закрытие ниже зоны 1 2 вот этой говорит нам об этой смене пробили диапазон интересный диапазон оказались ниже здесь же объемы давайте посмотрим на объемы всего контракта 116 90 117 ровно это объем и получается от них неплохо поработать здесь у нас золотая четвертинка в течение сегодняшнего дня мы ожидаем вот такой поход пары я думаю в принципе именно закрытие где-то же здесь и произойдет против движения недели пятница чаще всего у нас приходит именно сюда а с понедельником вместе с вами начнем искать точку входа на продажу по среднесрочной идеи при наличии паттерна если здесь появятся какие-то такие же точные вливания точные моменты то мы будем обращать на это пристальное внимание сейчас недельку видим никто не защищает обратите внимание как здесь шла защита недельной контрольной зоны до точечные 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 при подходе да здесь мы пока этого не видим следовательно с большой долей вероятности мы будем пробивать эту недельку и перейдем к этой самой золотой недельной контрольной зоне, здесь же у нас будут просто фантастические, феерические уровни. Если и будет разворот, как мне кажется, то он произойдет отсюда. Но наша задача вот это движение поработать. Не нужно прям сегодня щемиться во все эти движения на продажу, потому что ожидаем в течение дня так, в течение недели так, а потом возможно пойдем либо туда, ну либо у нас всегда есть второй вариант, либо сюда, но только после того, как все вот эти диапазончики мы пробьем. Вот это наша основная цель. Вот это мы пытаемся забрать. По еврику все. Переходим далее на фунт. Смотрим по фунту. Удерживаем те сделки, которые мы входили вчера. Закрыл я один к трем сделочку. Частичку оставил, перевел ее без убыток. Без убыток прям практически нулевой. То есть если выбит, то выбит. Ну посмотрим, чем закончится. Может быть пойдет движение в рост, может быть не пойдет. Что мы здесь работали вообще? Это импульс, это коррекция. Работаем в рамках вот такого предполагаемого импульса. Целями первыми, которого является обновление вот этих минимумов, дальние цели, недельная контрольная зона 1.29.35 где-то здесь будет, да? Давайте точно посмотрим. 1.29.37. Работаем сюда. Значит, что тут хорошего? Ну, во-первых, мы вчера видели супер паттерн. Да, супер просто паттерн. Те, кто обучались, знают этот самый паттерн. То есть вот это идет ложный пробой. Вот он был, да? В рамках ложного пробоя мы увидели голову, плечи. Как хотите, рисуйте эту голову, плечи. Вот это было плечо. Непонятно, что оно кривое, косое, как вьетнамская сабля. Вот это была голова. А вот это было второе плечо. Формация, разница по времени, разница по длине абсолютно не интересует. Нам структуру нужно понимать. Те, кто не понимает структуру, они не видели этого паттерна. Мы его видели. Более того, также 1, 2, 3 паттерн, который здесь есть, позволил нам поставить стоп вот сюда, зайти от уровня депок и вот здесь 1 к 3 зафиксировать свои сделочки. Вторая часть, повторяю, у меня висит вот с таким безубытком сейчас на объемах. С другой стороны, я вот и не знаю, что делать с этим безубытком. Возможно, я все-таки его перенесу. Ну, посмотрим. То есть, если мы его не выбьем сегодня, на понедельник, то, конечно, я его оставлю здесь. А вот в понедельник я, скорее всего, назад стоп уберу. Почему? Да потому что это неплохое место как раз-таки на новый вход в позицию. Вот таким образом зайти вновь в сделку было бы реально прикольно. То есть, повторный уровень тестировать, уровень депок, уровень объемов. Почему здесь еще закрытие было? А вот эти объемчики мы не забываем. Да? То есть, у нас вот такое движение. Возможно, будет достаточно долго. Мы этого не знаем. Но вот отсюда я вновь постараюсь продать. Если не выбьет, повторюсь, мой безубыток сегодня, то в понедельник я безубыток передвину. То есть, здесь забрали один к трем. Одну часть я отодвину. Возможно, да, потеряю половинку от того, что заработал. Ну, не половинку, а треть от того, что заработал я потеряю. Но это объективно. И это будет правильно. В принципе, все по фунту. Больше тут говорить нечего. Находимся на самых лоях. Прямо отсюда новых сделок не открываем. Пунктов 60. Сегодня возможен поход вверх. Австралийский доллар против американского доллара. Смотрим на то, что у нас в режиме реального времени рисуется. Объемы текущего контракта. Вот они где находятся. В диапазоне между золотой четвертинкой и зоной 1-2. Котировка зоны 1-4 у нас 0.72-33. Нижняя граница половинка 72-64. Из этого диапазона по-хорошему, среднесрочному будем искать точку входа на продажу в рамках предыдущего сильнейшего шортового движения. И все это движение у нас по идее не сломано до сих пор. Давайте покажем на этот момент. Вот как у нас выглядел долгосрочный шорт. Вот таким образом. Все вот это можно в принципе было не рисовать. Но вот это для нас важно. Вот последний импульс и последний коррекций. Пока они перебили эту точку, вероятность продолжения нисходящего движения составляет порядка 70%. Приход сюда по статистике может быть один раз только из трех. Здесь же мы видим в тренде обновили, обновили третий раз, четвертый раз, пятый раз, шестой раз, седьмой раз. Вот откуда берется эта статистика. А почему она иногда ломается и все-таки 30%? Потому что иногда бывают вот такие движухи всякие разные, непонятные. Когда мы попадаем в такие движения, по сути это называется флэт. И уже, когда мы увидели перебитие этого максимума, а потом этого, мы понимаем, что вот это мы уже ничего торговать не будем. Здесь же пока у нас все выглядит по шартовому. И мы продолжаем работать в рамках шартовой тенденции по долгосроку. И чтобы работать по долгосроку, мы видим неплохой сигнал среднесрочный. Вот как он выглядит. Это ложный пробой на предполагаемом месте окончания коррекции. Запросто можем и сюда дойти. Но, видя вот эти объемы, это неплохое место на продажу. Как раз таки по вот этому самому долгосроку. Вот с такими замечательными целями. Частичку, ту сделку, которую мы здесь можем открыть вот с таким стопом, а не с тем, который сюда мы ставили изначально, тупо лимитку бросив на этот диапазон. Да, здесь мы один к одному могли запросто поработать, учитывая соотношение 70 на 30. Сейчас же у нас еще и паттерн тут появился. И вот этот стоп запросто можно отодвигать поближе, передвигать вернее. А новый вход по долгосроку можно делать здесь. Но не сегодня опять же. На сегодня мы всегда прогнозируем возможный коррекционный откат. Опционы сегодня экспирируются. В пятницу движение чаще всего идет против общего движения недели. Поэтому вот сюда, вот сюда и даже вот сюда в течение сегодняшнего дня можем сходить. Дневная идея лонг. Работать по этой идее лично я не буду, а средний срок вот отсюда с удовольствием потом продам. Отмена этого плана среднесрочного будет в случае закрепления выше зоны 1-2, выше вот этого скопления объемов. Тогда скорее всего мы пойдем поработаем на новое обновление максимума и там уже будем смотреть, чем все это дело закончится. Идеи понятны. Переходим далее. Далее новозеландец. Здесь все то же самое, что я говорил про Австрала. За тем исключением, что у нас и снизу есть интересные объемчики. Поэтому, когда мы смотрим вот такой долгосрочный прогноз, мы понимаем, что вот это движение, хоть оно и выглядит пока по шорповому. И у нас огромная вероятность перехода сюда. Это порядка 70%. Мы видим момент, где нас могут остановить, развернуть, сломать весь этот шорт и нарисовать вот такой вот глобальный паттерн ложный пробой в рамках головы-плеча еще. Правильно? Поэтому, учитывая этот момент, при переходе на средний срок, мы понимаем, что цели на продажу у нас по среднесрочной смене тенденции, вот у нас смена тенденции произошла, не именно вот эти минимумы, да, а недельная контрольная зона очень качественно защищена у нас объемами. Отсюда может быть разворот среднесрочный. Поэтому внутри дня ожидаем поход вверх к диапазону выгодных цен между четвертинкой и половинкой. Четвертинка у нас находится 66.28, половинка 66.60. Вот сюда движуха в течение сегодняшнего дня возможна. Закрытие дня где-то здесь будет таким прикольным, хорошим моментом. А далее по среднесроку, учитывая эти объемы, эти объемы, мы постараемся поработать к этим самым объемчикам на недельную контрольную зону. Внутри дня, среднесрок, а тут два варианта. Пробиваем, тогда идем по долгосроку, по тому тренду, который есть. Если отбиваемся, даем закреп за половинкой, то, скорее всего, пойдем на обновление вот этих максимумов и будем долгосрок уже ломать. В принципе, тут тоже все. Переходим к иене. По иене ничего не поменялось. Тенденция идет к точку входа. Вот этот момент, да, объемы. Все это мы обсуждали. Сейчас точные вливания. И у нас прогноз был вот здесь, да. Говорили мы о том, что вот здесь можем еще сюда сходить. Паттерна как такового не нарисовали, да. Но вернее, паттерн-то есть. Откат недалеко. Что, ну, это было вчера, забываем. Теперь смотрим то, что есть у нас сегодня. Четвертинка у нас находится 113.12, половинка у нас находится 112.60. В принципе, весь этот диапазон очень хороший для покупок. Но на сегодня, опять же, будем ждать вот такого движения. Работать, не работать, принимайте решение каждый сам. Это недельная контрольная зона. С учетом изменения Forward Point уже полностью отработала себя. На 100% она себя отработала. Да, поэтому вероятность и долгосрочного разворота отсюда тоже присутствует. Но по долгосроку разворачивать мы будем. Даже не после того, как мы закроемся ниже, чем зона 1, 2. Только после того, как пройдем вот это скопление объемов. То есть мы можем сейчас сходить. Отсюда будем искать точку входа на покупку в понедельник. Это основной сценарий поработать. Цель обновления максимумов. Ну и там на понедельник нарисуем зону, посмотрим. На сегодня мы ее не берем в отработку. Вариант второй. Подходим к диапазону. Ничего нас здесь не останавливает. Объемы не останавливают. Опачки. И закрылись ниже зоны 1, 2. Тогда у нас появится замечательная новая цель внизу. Номер 1. Это недельная контрольная зона. И вот тут будет интересный момент. Зачастую происходит неотработки таких зон, потому что мы утыкаемся в объемы контракта. Мы можем вот здесь остановиться и уйти туда наверх. Поэтому возможно, когда мы закрепимся все-таки ниже зоны 1, 2. Все мои мысли и идеи будут о том, что не нужно сильно прям вдавливаться в эти продажи. Есть у нас места сопротивления. Мы будем активно продавать только после того, как пробьем вот эти объемы и уйдем ниже недельной контрольной зоны. То есть, наши продажи начнутся только после того, как котировки инструмента окажутся где-то в районе 111, 20, 111, 30. И тогда на откате мы, конечно, начнем продавать. Но сейчас работаем вот эти покупки с понедельника. А вот этот диапазон нам не интересен для торговли. Этот диапазон споров, диапазон проблем, диапазон возможных выносов необъяснимых стопов туда-сюда будут выносить в этих местах. Многие кричат, фу, система не работает. Пошел этот форекс далеко-далеко. Вы все негодяи. Мы знаем эти места и диапазоны заранее. Так, здесь Игорь пишет, ена достигла месячного ТР. Ну, это хорошо. Что, мы-то сегодня ждем чего? Откат. И сегодня мы не покупаем. А у нас понедельника уже, в принципе, обоснована месячная ТР. Как бы так уже и не действует, да? Но вот такой-то вариант мы же тоже рассматриваем. И он... Вот мне нравится вот этот вариант. То есть, поразводить вот здесь толпу, уйти ниже зоны 1, 2, повыносить этих покупашек, отбиться от месячки, не дойти до недели. А можем и дойти до недели. Правильно? То есть, вот это все. Вот тут спорно. На сегодня ждем коррекционный обкат. Вот такой вниз. Больше ничего, в принципе, не ждем. Далее осмотрим, Канада. Канада. Что мне не нравится по Канаде, да? Ну, во-первых, мы здесь не могли продавать, работать в рамках вот такой тенденции. Не могли мы это делать, да? Из-за огромного количества объемов, которые здесь были. У нас исторически точечные вливания только 5 дней. Индикатор показывает. Хотя можете настроить там любое количество дней. Мне больше не нужно. Объемы контракта, все внизу. Но сейчас мне не нравится факт того, что мы замечательнейшую защиту недельной контрольной зоны увидели. Ну, не дает мне Канада поработать нормально, да? Мы не гоняемся, опять же, да? Вот на всем этом падении и на всем этом росте у нас была только одна сделка. Ну, лично у меня. Вот это. Вот это все я взял. Все, больше ничего. Ну, спорные моменты. Ну, бывает такое. Но, тем не менее, мы застрахованы от большого количества стопов. А если и появляются у нас стопы, то они, естественно, минимальные и по пунктам, и в зависимости от рисков, они тоже не часто мы работаем в полную силу, полными объемами. Сейчас мне не дает права работать активно на покупку вот эти вот вливания. Ну, реально, это обидно. Защита недельной контрольной зоны есть. Несмотря на то, что мы здесь вроде бы что нарисовали, кто-то скажет, это вот ложный пробой. Но, с другой стороны, то, что я вам только вот рисовал недавно, да, когда вот эти непонятные перебития тех или иных экстремов происходят, так здесь у нас это и происходит. Обратите внимание, что у нас на Канаде рисуется. Вот какая финги, как выразиться-то, чтобы не сматериться. Это самый страшный паттерн, который только существует в рынке. Реально. Почему он самый страшный? Формация расширяющийся треугольник. Она есть. Это формация, когда у нас маркетмейкеры, крупные игроки, поставщики ликвидности обувают всех и вся. Кто-то здесь покупал. Все стопы стояли здесь, мы собрали эти стопы. На этом движении, естественно, кто организовывает это движение? Продавцы. Где эти продавцы выставляли свои стопы изначально? Вот здесь. Кто по долгосроку у нас работает? Пожалуйста, получите, распишитесь. Кто здесь покупал? Куда ставили стопы? Вот сюда. Получите, распишитесь. То есть, здесь был забор крупных стопов у всех подряд. Опять же, это те, кто работает по долгосроку. Я ненавижу такие паттерны. Ненавижу такие ситуации. Что здесь произойдет? Ну, черт ногу сломит, да? Поэтому у нас именно вот понимание о том, что вот такое может быть, да? Когда вот я говорю, ребята, вот что-то мне не нравится. И вот заранее чуйка привела к тому, что то, что мне не нравится, вот оно и нарисовалось. Вообще, я не знаю, что сейчас делать по Канаде. И рекомендаций давать никаких не буду. Единственные варианты на покупку мы будем с вами рассматривать. Сейчас объясню, когда. Это только после того, как инструмент у нас все-таки пробьет вот эти вливания, пробьет недельную контрольную зону. Это будут, ну, опять же, неправильно сказал, не единственные. Это будут наиболее правильные покупки, если мы как-то так посидим, посидим, сходим потом сюда. И мы тогда, значит, и с технической точки зрения картинку интересную нарисуем. И тогда у нас будет там пробитие какого-то этого экстрема. Где-то здесь, возможно, объемчики какие-то сформируются новые. Уже точные вливания были. Я думаю, если еще раз сюда подойдем, здесь еще начнут заливать. Но вот, когда мы окажемся здесь, на откате поработать вот сюда, это хорошо. Вот это будет мое движение. Так, интересно, кто сколько раз перезагружает вебинар по пересоединению? Я раза 3-5. Еще раз, это Зенури, я так понял. Ты, значит, ребята, очень чувствительна платформа к последним обновлениям версии Flash, или как оно там называется. То есть, меня даже он не пускает иногда. Помните, у меня проблемы были. Требуется полностью обновлять вот эти все Java, Flash, туда-сюда. Видите, у кого все нормально, никого не выкидывает. Когда происходят эти обновления? К сожалению, я не знаю. Да, но я периодически, там раз в неделю, мне приходится это, ну, у меня в автоматическом режиме, это уже в голове, да, все, я захожу, я обновляю полностью драйвера, туда-сюда, обновляю Flash, Java, Java, эти все-все-все обновляю. И, в принципе, в течение недели я проблем не испытываю. Поэтому, сделайте это, я думаю, вам будет проще. На будущее. Все, Канаду проговорили, ничего не делаем, ждем будущего, да. Здесь, швейцарец, хороший момент, интересный момент. Не дал гаденыш нам, он вот здесь полноценный откат. Вот отсюда мы хотели покупать, да, по объемчикам, по всему. Но сейчас есть, ну, что, новые моменты, давайте их отслеживать. Есть скопление объемов, вот такое, правильно? Значит, с технической точки зрения, интереснейший момент, очень интересный момент. То есть, если у нас вот это все было импульсом, да, может же такое быть, запросто может быть. Не смотрим, что там вообще, вот уже вот эти котировки, в принципе, вообще ни на что не влияют. А вот это все была коррекция, то типа эта коррекция выглядит у нас сейчас каким-то вот таким вот образом. Согласитесь, да? И вот эта точка может быть точкой слома этой коррекции. И мы ее, вот здесь была куча стопов. Я думаю, вот эти вот точечные вливания, это стопы. Да, потому что объемы, они и в Африке объемы, и стоп это объем, и вход в сделку это объем, и выход из сделки это рост объемов. Вот здесь было очень много. Мы это видим, мы понимаем, что на обновлении этих максимумов, на обновлении этих максимумов, у ребят стопики поработали, сработали. Пойдем или не пойдем дальше вверх? Я очень хочу, чтобы мы, конечно, пошли дальше вверх. Более того, зона 1-2 очень красочно здесь расположена. Любит швейцариста ходить до зоны 1-2 и любит он выдавать вот такие какие-нибудь закидоны за эту самую зону, вот на совсем чуть-чуть, 15, 20, 30 пунктов, если по истории посмотреть, да, вот-вот-вот любит он, гаденыш, вот такие вот заходы. Очень любит. И развороты происходят точно от 1-2. Поэтому очень сильный момент для поиска точки входа это диапазон 0.9660-0.9680. Поэтому к этому диапазону мы, конечно, стремиться будем. Но работать или не работать сюда я не буду однозначно. Закреп у нас есть выше недельки. Даже если закрепимся за четвертью, я не пойду сюда. Но единственные мои моменты и мысли на покупку будут только отсюда. Понятно, что среднесрочное у нас движение выглядит вот таким. Цель, естественно, обновления максимумов. Естественно, это недельная контрольная зона золотого цвета. Звонки тут пошли. Котировка у нас 98.35. То есть, конечно, самым обидным будет, что вот сейчас инструмент такой берет и тупо без нас идет, 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 идет. Ну, не убежим мы за каждым поездом убегающим. Нам это неинтересно. Работаем только после коррекционных откатов. Для того, чтобы иметь место постановки первого тейка. А паттерны мы используем для того, чтобы иметь место постановки стопа. А если мы знаем стоп, если мы знаем тейк, то мы можем посмотреть соотношение в сделку. Когда вот эти два понятия у нас есть. Каким мы можем войти в сделку? Это наш риск менеджмент. Из-за того, что будем знать стоп, мы сможем посчитать размер лота, которым можем войти, чтобы не превысить. То есть, без этих моментов нельзя работать. Нет стопа, не входим в сделку. Нет тейка, первое, не входим в сделку. Нет паттерна, не входим в сделку. Это важные моменты. Используйте эти моменты для работы. Сейчас у меня нет места, куда поставить элементарно стоп. Правильно? Если я хочу купить. Ну, его просто нет. Если нет места, куда поставить стоп, я не знаю, каким лотом работать. Я не знаю, какое соотношение риска будет к возможной прибыли. Я этого не знаю, поэтому я в сделку не вхожу. Далее смотрим. У нас золото. Золото. Спасибо тебе, золото. Отработка недельки здесь уже произошла. На бирже по котировкам биржевым. Поэтому, ребята, цель следующая. 1166 по золоту. Правильно? И мы по золоту будем работать от зоны 1 четвертая, от зоны 1 вторая. Сейчас я закину сюда индикатор. Индикатор. Замечательный момент, да? Объемы. Все. Все по фэншу. Все красиво. Сегодняшнее движение ожидается ланговым. Да? Чисто субъективно. То, что отсюда может быть разворот. Вот мы это точно знаем. Плюс сам уровень достаточно интересный, достаточно мощный. Обратите на него внимание, да? А вот по приходу сюда мы будем смотреть, что у нас здесь будет формироваться. Если будет формироваться паттерн на разворот, мы будем работать вот так. Если паттерна на разворот не будет, мы будем пробивать диапазон выгодных цен на продажу, уходить выше зоны 1 второй, уходить выше этих объемов, то, скорее всего, у нас вот этот флет, да? Который мы долго активно работали, ну, понимали, что лучше не работать, перерастет вот в такой вот флет, да? Только выход вот сюда скажет нам о том, что работать полноценно имеем право на покупки. А вот это все мы с вами, понятно, что постфактум именно сможем интерпретировать, как ложный пробой вот этого всего диапазона. Это все будет потом, сейчас, слава богу, мы упали вниз, сделки у меня некоторые тут позакрывались по золоту, но я работать вот отсюда буду дальше на продажу, пытаться только при наличии паттерна. И последнее, что мы смотрим, это нефть. По нефти ничего интересного сказать не могу и говорить не буду. Здесь объемы, мы торчим в объемах, отбившись от недельной контрольной зоны. Все, это мне запрещает покупать. Правильно, тенденция лонговая, но очень жесточайшее место остановки. Покупки только после того, как мы уйдем выше зоны золотой, выше этих объемов. Тогда на откате с удовольствием куплю. О продажах думать тоже не имеем права, потому что у нас нет закрепа ниже зоны 1.2, да и по-моему нет закрепа ниже зоны 1.4, да. Тоже все удержали, все красиво. По сути мы находимся реально во флете. Этот флэт можем опять же взять и вот таким вот образом его выделить. Пометить прям, прям вот по жесткому вот так пометить. Это диапазон, где мы никаких решений не принимаем. Даже я наверное этот диапазон вот так увеличу. Потому что если мы на одну вторую придем, вроде бы, и все скажут, ой как здорово, пора покупать. Какие покупки могут быть у нас вот в такое количество объемов. Это тоже самоубийство. Поэтому вот такой диапазон, это диапазон непринятия решения. Тоже важный диапазон, который нужно уметь определять и уметь себя сдерживать от входа в сделку. В принципе, ребята, все. Мы с вами обо всем поговорили. Давайте будем заканчивать. Обновляйтесь, да, для того, чтобы вам было интересно это все делать. В процессе прямого эфира смотреть. Обновляйте все свои вот эти флэши там, наши и так далее. Ну, поменьше стопов, пятница. Всем хорошего настроения. Встречаемся с вами здесь же в понедельник вечером. Ольга печатает что-то. Давайте подождем. Арина печатает. Так, спасибо. И Марина написала спасибо. Я уже знаю вот это спасибо. Правда? Все, друзья, давайте. Всем удачи, всем профита, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok